всем привет сегодня вот притащили такой вот генератор китайский от погрузчика 28 вольт 750 ватт и как бы это эпопея уже с этим генератором длится наверное полгодика потому что полгода назад хозяин генератора обращался ко мне и спрашивал если такой диодный мост нужен такой диодный мост не можем найти туда сюда в общем и прочее прочее я попросил принести диодный мост и генератор все он собирался и наверное с прошлого года уже давным-давно и тут вдруг объявился вот мол я принес мы пробую пробовали заказать нигде запчастей нету этих диод мостов нигде нету надо вот именно 24 вольта ну ладно опустим эти подробности когда я спросил почему решили что диодный мост когда ли автоэлектрик у них там на базе все проверял ну вот на проверял что диодный мост коревший сейчас мы будем смотреть как я уже показывал в ролике смотрим значит на отрицательную пластину который корпусу мы щуп минус ставим и проверяем все диодики ничего не показывает теперь на отрицательную пластину ставим щуп плюс положительный смотрим все показывает все превосходно повторяем ту же операцию на положительной пластине на плюсе все у нас показывает все целое меняем щуп смотрим нету ли пробоя нигде пробоя нету что говорит о том что диодный мост целенький и как оказалось потом я уже пригляделся все провода были откусаны то есть пайкой не стали заморачиваться тут видно прям по откусывали выдернули по-варварски а вот один провод вот он видно кончик одной из фаз он видно прям горел на нем окалина есть тут видно что пайка была разрушена и вот тут зачищал то есть нарушен был контакт фазы все что нужно было сделать просто пропаять на диодном мосту все эти фазные выводы здесь мы видим колодку подключения кстати у этого генератора своего регулятора нету внутри этот регулятор стоит в кабине опять же я не видел этого погрузчика своими глазами ну по словам шофера тут нас видно силовой потом f это возбуждение н это у нас с одной из фаз контакт ну и земля минус тут все видно так как регулятор у них скорее всего тоже накрылся потому что как мне объяснили там замерцал лампочками потом какой-то дым пошел и прочее прочее переделывать я буду на регулятор я 120 вот на такой вот вполне он сюда подойдет и хочу обратить ваше внимание видите тут вот катушка внутри стоит а снаружи ротор вращается то есть генератор бесщеточный по принципу как вот на мтз ставили бесщеточные генераторы тут примерно то же самое щеток здесь нету вот они выводы с катушки идут управление было штатное по плюсу потому что один из выводов катушки возбуждения на корпусе сидел а другой выходил до сих пор выходит на контакт f поэтому мы переделаем на схему с мтз то есть от массы уберем катушку возбуждения поставим дополнительные диоды три штуки поставим вот это вот я 120 или 77.3702 реле регулятор и сделаем чтобы она через лампочку через возбуждение подключалась на этом пока закончим но ролик я еще не буду прерывать то есть будем по этапам ремонтировать сейчас главное припаять диодный мост еще не принесли мне болты вот самое интересное разобранные генераторы приносят потом болты ищешь тут болты на 5 принесут когда все родные я закручу и будем дальше делать так ребят паял некогда было урывками делал сейчас я вам расскажу всю суть что куда подключена я уже говорил что на погрузчике своя интегралка подозревает что она сгоревшая я решил сделать свою схему взял диоды на 3 ампера видите каждый анод припаял каждой фазе тут вот общая точка на нее не надо диоды припаивать то есть три диода от каждой фазы катоды все собраны в одну кучу в одну точку припаял провод и подсоединен на д диоды обмотка возбуждения два провода вы помните ее подключаем к ш и д то есть вот они концы этой обмотки катушки ш и д полярность хоть так хоть так без разницы по поводу контакта р контакт р если с этого контакта замкнуть на массу его то у нас повышается напряжение то есть зимний вариант если разомкнуть то летний вариант напряжение чуть пониже но это не суть вы можете в схеме любую схему открыть посмотреть и у нас остался контакт б или в наша в припаял провод вывел сюда на контакт то есть зажигание включили здесь должно быть плюс двадцать четыре вольта сюда я подключу лампочку от контакта д на контакт да еще раз повторюсь у нас дополнительные диоды подключены один из выводов обмотки возбуждения на контакт ш второй вывод обмотки возбуждения шунт на в у нас подается плюс питания дополнительные диоды здесь вот прекрасно разместились их не было в стоковом исполнении видите да еще раз говорю аноды все припаяны каждый из трех фаз катоды вот они полосочки все в кучку собраны дополнительные диоды на питание интегралки сюда я вывел схема абсолютно рабочая сейчас я закрою крышку пойдем покрутим по поводу болта болт я зажал очень плотно очень хорошо и плюс еще на лак посадил этого достаточно делалась уже такая операция не раз вы уже видели я японцы переделывал достаточно установить одним болтом одним винтиком на лаке и все подключать уже на погрузчики сам буду буду менять схему немножко буду лампочку уводить в обход того блока потому что уже пару лет ездят на аккумуляторах аккумуляторы зарядили и потом пошли работать вот без генератора вообще потому что ни генератора ничего не смогли подобрать и им прошлый автоэлектрик я уже говорил сказал диодный мост не рабочий диодный мост абсолютно рабочий осталось нам крышечку одеть вот так вот прикрутить ее и все потом пойдем испытывать покажу что все прекрасно работает так что подключили генератор настроили смотрим так сейчас я подам 28,2 все прекрасно 28,2 тут я включил сразу на возбуждение и на питание чтобы она собственную диоду запиталась ну на погрузчике будет несколько иная схема включения вы можете в интернете посмотреть отдельно будет на B как я уже говорил замка зажигания приходить и на F с лампочки будет контролька единственное что вот здесь вот вот эту вот пластинку прижали болт крутили он как будто заклинивший сейчас мы это исправим так заменены подшипники в нем довольно неплохой китаец кстати что хочу сказать бесщеточный еще раз повторюсь это очень надежно аппарат неплохой здесь у нас под крышкой все поместилось прекрасно все интегралочки и все будет отлично еще постараюсь если не будет сильно морозно когда буду устанавливать это все как бы ребята все поставят сами наденут ремень и потом я только буду подключать провода съемку немножко менять будем надеюсь что получится снять но не обещая на сто процентов а на этом пока все ставим палец вверх подписываемся на мой канал не забывайте заходить в описании там оставлю ссылочки на группу вконтакте а также на свой второй канал по авто тематике буду очень рад если вы подпишетесь желаю всем успехов скоро увидимся спасибо за просмотр спасибо за просмотр